Пасхой Христовой Мы приступаем к такой теме, очень глубокой Настолько глубокой, что она, наверное, с нами пойдет до самого конца нашей истории То есть приступаем к истории раскола нашей церкви И поэтому позвольте мне подвести маленькую идеологическую предысторию Попробую я, потому что иначе мне потом мысль потеряется совсем Я просто вынужден на несколько минут дать историческую сбор наших прошедших тем И подвести опять к этому времени История раскола настолько глубокая, настолько тянется издалека Что те историки, которые это не понимали, они начинали исследовать какую-то поверхностную часть этого И в результате получалось и поверхностное исследование, которое ничего хорошего не подавало и не приводило к этому Этим страдали и романовские историки Ну там была абсолютно своя мысль романовая, введенная в это дело Этим, кстати, по общей схеме страдали немного и советские историки И вот только сегодня историки, освобожденные от вот этих вот романовских и коммунистических идеологем Они очень широко и глубоко копнули эти вопросы И поэтому читаешь и поражаешься просто, насколько этот вопрос глубокий Дело в том, что я бы хотел коснуться стороны отношений земли русской и литовской Мы в наших предыдущих давнишних беседах этих вопросов, конечно, проходили и касались Но сейчас просто схематично повторю некоторые основные моменты Значит, мы помним, что было такое государство русское, литовское, жамайтийское С этими литовскими князьями, там, Егайлами, Кейстутами, Ольгертами, Витовтами, Гедеминами Должен вам сказать, это все славяне Не думайте, что латвийцы, эстонцы, латыши, это что-то такое немецко-китайское Это все славянские народы И до сих пор можно в них услышать, вот в речи, славянские слова Но дело даже не в этом Это все уже 14-15 век Конечно, конечно А если мы коснемся, вот почему же вот такой вот произошел разлад сегодня И не только сегодня Если мы касаемся исторически, этот вопрос не сегодняшний, этот вопрос древний Почему происходит разлад, вот такой психологический между этими Между народ, внутри народа русского, скажем так Славянского Славянского, и в том числе я настаиваю русского, потому что государство, вот это вот русское, литовское, жематийское, оно же на русском языке Ну, все-таки источник славяне Источник славяне, значит, ну не надо... Причем общий славянский такой пронарод, из которого пошли потом и поляки, и болгары, и сербы И вот Прибалтика, и жмуть вся, и белые, и малые все Стоит все-таки напомнить, что издревле идет вот это вот отторжение, пошло психологическое отторжение Вспомним просто, что в древней Киевской Руси, ну, когда Киев был столицей, великокняжеской столицей, скажем так Был такой путь изваря к греки, который давал возможность этой земле существовать Очень безбедно, очень безбедно, потому что... Кстати, и сейчас именно эта земля существует именно только благодаря тому, что туда возят уголь, нефть нашу И газ перекачивает Да, и перевалку делает Поэтому этот путь не изменился изваря Только он теперь не изварях в греки, а, наверное, скорее всего, не знаю, из Китая в Европу будем называть Ну, да Ошелковился Россия в Европу, из Китая скоро будет И тогда Новгород и Киев существовали параллельно Новгород готовил великих князей, поставлял в Киев Они всегда параллельно существовали Еще Ростов И вдруг произошло вот это вот расторжение этих земель Уже в середине 12 века, о чем мы рассказывали Был разгром Киева и Андреем Боголюбским Очень колоссально жестокий разгром Почему это произошло? Ну, а это произошло в первую очередь из-за того, что путь изваря к греки рухнул Он прекратил свое вот это вот Значение потерял Значение потерял для вот этой вот земли, которой сегодня называем Украина Киевской земли И там вот эта вот знать, вся знать, боярская и княжеская знать, она прекратила свое вот такое вот халявное существование То есть им стало очень тяжело, потому что в это время крестоносцы освоили путь через Босфор Значит, и вся торговля пошла уже не через варяг греки, а через вот это вот, через Средиземное море И это был колоссальный удар нанесен вот именно экономике Киевской Руси Это не просто так, и мы видим после княжения Владимира Мономаха, его детей Смотрите, как интересно, Жень, вот вы сказали интереснейшую вещь, а вот посмотрите, они до сих пор живут на транзитерстве И как только сейчас вот этот путь опять перекрывают из Ямала-Немецкий торговый путь по поставкам газа Смотрите, как бьет, из древности греки Только то было с севера на юг, а это теперь с востока на запад Как только их снимают с этой транзитной игры, начинается страшная вражда И причем, а кто? Поляки, Прибалты и Украина Как вот то, где проходит именно это все, то и рюк Происходит страшное озлобление И вот во времена Юрия Долгорукова произошло вот это вот отторжение Когда он стремился опять в Киев Его сыновья уже понимали, что туда идти не надо, что там делать нечего, что другие земли есть Надо быть ближе к новгородским землям, к торговле с западом и так далее То есть произошло такое отторжение Юрий Долгорукий еще туда-сюда, а вот Андрей Боголюбский нанес уже страшный удар Он отомстил за своего отца И вот этот психологический разлад пошел из глубины веков То есть та земля начала как бы с ненавистью относиться к северным землям русским, понимаете? Внутри русского народа, но это не значит, что народ там Нет, это все обусловлено экономическими причинами Это верхушка, естественно Экономические, реальные экономические причины Боярско-княжеская и военная верхушка Присасывается к денежному потоку А потом, когда он обламывается, вдруг появляется величайшая ненависть Да, да И вот это произошло Это 12 век Вот оттуда пошел вот этот вот страшный такой психологический разлад Как только вот эта верхушка, боярско-княжеская, дружинная Вот это вот начинает чувствовать себя ущемленной и обиженной Начинаются войны, жестокие войны Естественно, этому очень сильно содействовали все наши соседи Которые боялись пансловизма Конечно, панталки лучше Боялись объявления всех славянских народов Единства славянских народов В страхе И они старались все, что можно сделать для того, чтобы была куча маленьких государств Которые бы вдобавок еще и враждовали и сами между собой воевали А им продавать оружие Давать рейтаров За деньги воевать И нести свою духовную миссию А, про священие Да, про священие Этим римский престол занимался И вот просто вцепился в этот конфликт Конечно, конечно, конечно Конечно, римский престол вцепился в этот конфликт И начал подкачивать и подталкивать Да, он сначала выступает, римский престол, в лице разного рода кардиналов и митрополитов всяких А потом уже доходит до Папы Римского, потому что таких прямых столкновений с Италией, с Римом мы далеко сильно, как с Наполеоном мы потом увидим. Прямых столкновений нам как бы не следовало ожидать. Но пограничные кардиналы, они видят эти интересы, стравливают государство и потом зарабатывают на этом огромные деньги. В результате уже с 14 века, ну там татарское нашествие, значит монголия, татарское нашествие. Оно сыграло, Жене, тоже колоссальнейшую роль. Пропускаем. Понимаете, не будем пропускать, два слова скажу. Вот сейчас очень любят говорить о наследниках Киева, то есть что украинцы нынешние, живущие на Украине, это вот этот древний народ, который наследник украинской великой истории, вот этой малороссийской, славянской, киевской истории. Я очень заинтересовался этим вопросом. Я занимаюсь уже биохимией мозга многие годы. И я тут поговорил с знакомыми генетиками, которые мне по полочкам разложили, расписали, что произошло, этот народ истреблен полностью, уничтожен. Монголо-татарское нашествие вывезло оттуда 90% населения в рабство и убило. Достаточно Киев вспомнить, которым осталось 40 дворов в Киеве, которые потом отстраивали там 300 лет, не могли отстроить толком его. Так вот, Жень, произошло заселение повторное из новгородских земель и ростовских, заселение пустующей Украины. Поэтому только галичане самобытные, потому что туда при Данилище Галецком не дошел все-таки, дошел, но не победил, будем говорить, монгольские ханы. А вот то население, нет, Жень, там населения того нет. О чем мы говорим, вот о том населении. Его не стало. Галича не взяли, но потом все-таки отвоевали галича. Да, полностью не попал он под зависимость монголо-татар. И вот эта западная часть, она как бы со своей культуры осталась, а вот эта вся часть заселена заново, поэтому там нет вот того народа, который был при Ярославе мудрым, при Ане Ярославовне, там нет этих людей. То, кто туда пришел, заселили ее, эту местность, это люди уже северяне заселили. И генетически, Жень, прямо показывается генетически, когда берут пробу и анализы, что это все пришельцы из новгородских в основном земель туда. И так что коренного украинского населения, которое бы отличалось своим первобытным происхождением и которое там сидело на вот этом пути из варяг-греки и зарабатывало деньги, оно кончилось, Жень, оно кончилось в 15-16 веке. А все то, что заселилось туда, оно вот сейчас, оно к той древней истории не имеет никакого отношения. Это точно так же, Жень, как сейчас бы, например, американцы, англичане заявляли, что они коренной народ Соединенных Штатов Америки, нового света открытого. Да, они вселились, да, они убили там, кто был, но они же не являются коренным населением Северной и Южной Америки никак. Так и здесь генетически, к сожалению, не осталось того, что там было, Жень, просто не осталось. Я все-таки не про население, да, вы правы в этом, но я не про население, я говорю о той верхушке, боярокняжеской и дружинной, феодальной верхушке, которая всегда была. Все равно колоссальный шум. Оно имело какое-то психологическое разногласие с северными землями, которые назывались тогда Владимира Суздальскими, Новгородскими. Материальные интересы. Материальные интересы. И оно продолжало там существовать, ведь они же... Духовные всегда проблемы выступают там, где ими пытаются защищать финансовые интересы. То есть сначала финансовые проблемы, а потом ними защищают духовными интересами. Почему образовалось вот это вот государство, русское, литовское и жематийское, потому что там были князья славянские, которые не покорились монголо-татарам. Они им дань не платили. И вот к ним началось притяжение. Естественно, они отторгали Владимира Суздальскими психологически, потому что те, типа, под них и до сих пор, нам говорят, вы потомки смешавшихся в татар. Да, да. А эта самая называющая сегодня страна Украины, она как раз вот часть того осколка, того государства, которое на Руси звали Литвой. И вот отношение между этими государствами потом легло в основу всей практически вот этой внутренней политики Руси, начиная с 14-го и до тех дней, которые мы сегодня рассматриваем, это раскол. И дальше, и дальше, и до сегодняшних дней, оказывается, все идет. Мы сегодня вот в этом отношении психологическом с Украиной как будто окунулись в 13-й, 14-й, 15-й век, когда шли русско-литовские войны. Да, там прошел 14-й век, это войны, первые войны с Литвой, вот эти вот, когда Вольгер нашествие первой спидел. Там интриги этого митрополита Киприана очень интересно легли на то, чтобы он пытался подтянуть и взять под свой контроль, не под свой, а под константинопольский контроль, под греческий контроль. Там же они, они же принадлежали греческой церкви. Они всегда, это было под контролем греческой церкви, оно и было. И он пытался подтянуть вот это вот, а гречество уже всегда шло ужасного направления, своими мозгами на Ватикан. Ну, у них свои были взгляды жизни, да. И вот это вот перетягивание, вот это вот одеяло, оно шло, Киприан очень там сильно насолил, вот этот вот митрополит знаменитый, через Витов-то это прошло, когда он практически, Русь попала под Литву, чуть не попала под Литву, когда Василий Первый был женат на этой Софью Витовтовне, которая чуть ли не втащила со своим попаней Московскую Русь под Литву. Прямо натурально там каким-то чудом просто ушли. То есть, вот эта вот попытка этих одних земель поглотить другие земли, они постоянно были. И это было все вот с какой-то вот такой глухонарастающей вот постоянно ненавистью друг к другу. Ну, да не было никакой Жени ненависти, никогда ее не было никогда. Ненависть была, вот сейчас, Женя, только между верхушками. А я про это и говорю, я же уточнил, я не про население, как это такое и народ. Женя, Женя, а как вы думаете, Женя, вот смотрите, вот в двух день. Я говорю про феодальную знать. Да, абсолютно верно. Я же уточнил, конечно, и мы сегодня у нас феодальная. Да, давайте немножечко, капельку углубимся здесь. Давайте, давайте. Вот смотрите, допустим, я не знаю, тысячу лет назад, две тысячи лет назад, вот Авраам дерется там с приходящими к нему нападающими филистимлянами, которые хотят грабануть его стада. Да, возьмем бесконечные войны, там при Иисусе на Вине, когда приходят и завоевывают территории, вот этой богом данной обетованной земли. Возьмем эпоху римлян, бесконечные походы, бесконечные войны. Пять тысяч лет, известной нам историей, пять тысяч лет, пятьсот лет мира, четыре с половиной тысячи лет бесконечные кровопролитные войны. Что бы я хотел сказать вот по тому, что мы сейчас говорим. Дело в том, что нам нужно с вами всегда, как мы с вами говорим, повторяем, наша задача трезвомыслия. Вот давайте трезво посмотрим на Средневековье. У руля феодалы. И действует так называемое божественное право. Оно не провозглашается прямо ясно так, но хотя кое-где и провозглашалось, где были хорошие ученые. В чем оно заключается? В том, что вот моя кровь, я родился, вот мой сын, это богом данный господин. Какой-нибудь Кюрфюст, какой-нибудь барон, герцог и прочее все остальное. Ну, естественно, короли и прочие там вплоть до цари и императоры. И этот царь и император, он является полновластным хозяином земли, полновластным хозяином вплоть даже до жизней обитающих там холопов на этой земле. Не думайте, чтобы было какое-то патриотическое понимание, что мы вот русские, а мы китайские. Никакого... Вот китайцы любят хвастаться, что они... их там 6 тысяч лет их истории. Неправда это все. На самом деле, ну, чуть больше двух тысяч лет. Почему? Потому что, если мы возьмем... Да, там живут они давно, 6 тысяч лет живут. Но, например, если мы возьмем горшки, в которые они какали и писали, то везде горшки одинаковые. В Индии, на территории Средней Азии, в Сибири, в Китае. Все писают в одинаковые горшки, какают. И едят одинаковыми вилками. И говорят чуть ли не все на одном языке. Какое различие, какая культура здесь... О чем здесь может быть речь? Когда все одинаковые. А когда вот появляются китайские ночные горшки с трубочками и специальными дырочками для задницы. И когда они появляются с драконами, нарисованными там на этих горшках. Вот так. А у индийцев уже не так, смотрим. А у Средней Азиата не так. А тут уже появилась отдельная культура китайского народа. Так же и здесь. У нас никакого различия вообще никто не считал. Константинополь вообще считал всех славянами. Отправлял митрополита и было все равно. Хоть Волынь, хоть Киев, хоть Суздаль, хоть Новгород, хоть Ростов. Они все были родственниками. Менялись бесконечно на этих престолах. По лесточному праву переходили. Даже понятия не было такого, что вот мы будем воевать против литовцев. Или мы будем воевать против там, что у нас идея какая-то была воевать. Идея главная была, это интересы феодала. Его земля и его бабло. Этого феодала. Поэтому рухнул путь из варяг у греки. И сразу, а как, а где мое бабло? А кто виноват? Москва. А где мой бесплатный газ? А кто виноват? Москва. Потому что в отличие от всех вот этих маленьких государств, со всех сторон, окруженных другими государствами, у нас были тылы. Вот эта бесконечная Сибирь, которую сейчас та же самая Москва эксплуатирует, как хочет, выкачивая отсюда нефть и газ, а нам шиши сюда посылая, а там ездя на Бентли, с каких шишей они ездят? Где они уголь добывают? В Подмосковье? А нефть и газ они где добывают? А почему ж тогда не в Новосибирске здесь столица, а в Москве? Чего ради? То есть грибут туда, как из колоний. Так вот, это не было таких тылов. И поэтому, естественно, северная Суздальская земля утвердилась. А потом, когда до Урала дошли, так вообще как открыли эту сокровищницу. Так вообще, получилась новая империя. И сразу империю провозгласили. Император появился сразу. Вопрос... Конечно, зависть. Да, абсолютно. Конечно, Жень. Все зависть к чему? К ресурсам. Зависть к бесконечным ресурсам. Население ресурсы, полезные ископаемые ресурсы, торговые пути ресурсы. И сейчас эта вся история продолжается. Я на что хотел обратить внимание. Никакого чувства патриотизма русский, китайский, немецкий вообще не было тогда, в те времена. Были чисто... Как говорили, знаете, паны дерутся, а у поруков чубы трещат. То есть, это были чисто междоусобные войны между средневековыми феодалами. Даже еще не государство толком не образовалось, а феодалов было море. Каждый князь был поместный феодал, который мог там управлять, что хотеть делать, и свои законы. Даже деньги печатали свои. Потом Иван Третий только прекратил это печатание по княжеству денег. И поэтому я хотел обратить внимание, что вот той идеи, которая сейчас есть у нас, вот что мы понимаем, национализм немецкий, национализм русский и прочее, не было такого. И вообще, до апофеоза этого все довел Гитлер. Оно, конечно, было уже в России в 19 веке. Было, да. Но до апофеоза это все довел Гитлер до исключительности. И право своего убивать других, потому что он особенный и невероятный. Такого не было в Средневековье. Радикальный шовинизм. Да, радикальный. Такого не было в Средневековье. Было понятие «моя земля», мне Бог дал право божественное, я этой землей управляю, я господаль, я хозяин, вот моя кровь, вот мой сын, который будет тоже управлять этой землей. Почему? Потому что, это к чему я? Что к тому, нельзя с нашим мерилом подходить к 12 веку. У нас почему-то сразу все думают, что тогда действовали права человека, законодательство, международное право и прочее. Кто дал кому в лоб, тот и прав, кто и сильнее был. И в церкви было так. Если вы думаете, что приходили и там с любовью и с заботой друг к другу во Христе, я вам приводил в прошлый раз, патриарха Николая сместились с престола, потом шел новый император и вернул его назад. Так он, придя, тот служил его сменщик, служил в соборе, он пришел, приказал вытащить его, порвать на нем одежды, выбить ему зубы. Это Византия. В Византия, в Константиново поливозит, выбить ему зубы и куда-то сослать неизвестную таракань какую-то. Вот какая была. Это считалось нормально. Это было как бы в порядке вещей. Абсолютно правильно, я с вами согласен. Задача любого населения в те века была выжить, прокормиться и чтобы какой-нибудь степняк не утащил на аркане непонятно. Вот это однозначно. И феодалы обеспечивали как-то населению, все-таки смотрели за своим населением, потому что тоже зависели от них. И денежные порталки, например. Все совершенно правильно. Да, значит, вернусь, я все-таки продолжу свою мысль и доведу до нашего раскольного времени. Начались порубежные войны, это уже при Иване Третьем, это все-таки начались конкретные порубежные войны с Литвой. То есть почему-то вот в мозгах у Ивана Третьего возникла мысль, что он должен, ну не почему-то, а он должен бы стать государем всея Руси. Всех славян. Да, всея Руси, то есть те старинные, принадлежавшие Киеву все земли, объединить под свои это самое. И на этом фоне начались порубежные войны. Естественно, идеологически подключился и Ватикан, и все подсунули ему тут эту Софью. Палеолог. Да, вот такие вещи, с навязанной вот такой вот литовской идеей и литовской знати на московскую землю, они начались вот в это время уже усиленно. Согласен. Литовская знасть во время этих порубежных войн начала перебегать туда-сюда. Одни с Литвы шли на Москву, зафиксировали здесь как знатью. Их принимали прекрасно, потому что Ивану Третьему было вот, а вот смотрите, а как вы говорите, что я не имею права на эти земли? Да, да. Вот это знать, она приходит ко мне служить. Вот из-за этого начали ее принимать. Их феодалы кому принадлежит, да. Отсюда хлынули Гедеминовичи эти все на московскую Русь, да. Они прям с удовольствием побежали, быстренько образовали свои какие-то кланы, знатные кланы. Они подсунули уже Василию Третьему свою. Конечно, они специально входили к нему, чтобы служат, чтобы он потом с их налогов защищал их армию. Это единственная цель. Если царь любой плохо что-то выполнял, свои военные обязанности, его обязательно убивали, травили, все. Это как бесплодный вожак стаи, которого нет волчат. Он не будет никогда, так и здесь тоже. Если он не мог воевать, царь, такой царь, его травили, душили. Да, я не просто так начал с тех 12 веков, потому что вот эта вот знать, польско-литовская, она приходила, она служила к царю, но как она относилась к местному населению, это уже совершенно другой вопрос. Там было отношение к татарским недобиткам. Это однозначно, вот эта вот польско-литовская знать, которая концентрировалась. Это в Европе до сих пор сохранилось к нам отношение. Конечно, это идет оттуда, это оттуда идет. И они начали концентрироваться вокруг московского великого князя. Сейчас на Китай наезжают, не такие. Вокруг великого князя московского с целью взять все под свой контроль. Да, да. Не только в Москве, не третьем. Да, да, первые. Да, первые походы шли. Это уже было понятно, что Москва раскидывает свои интересы на какие-то огромные территории. Ну да. Вот это вот зависит. И причем у нас орда развалилась, и теперь мы наследники. И эти ребята были очень между собой так спаяны, спаяны. Вот это вот польско-литовское знать, и можно даже добавить уже украинское, литовско-украинское, может быть, даже правильнее сказать знать, которое на Москву приходило, она была спаяна между собой. Они считали, что подсунув Лену Глинскую, они тут все сейчас захватят. Порядок приведет. Что сейчас вот этот вот Ванечка их будет человек, и они уже все, это их человек, они уже всю Русь под контроль возьмут. Кстати, вот именно от Глинской Романовы в родстве с Иваном Романовым. И тут они все-таки взяли под контроль. И я про это говорю, что при этом они относились к населению вот этой центральной Северной Руси очень, очень жестко. Это были вот такие паны, которые всегда стремились сделать рабов из этого населения. Да, рабы, рабы. Что сделал Иван под названием нашим Грозный? Он эту знать выбил. Потому что некоторые историки очень правильно, очень логично и утвердительно сегодня говорят, вся цель вот этой вот происходившей опричнины была в том, что Грозный почувствовал, ну, неприятие к этой вот... Он почувствовал растущую новую идеологию, которая была противна интересам русского народа. Вот, вот. Совершенно верно. Вы посмотрите, вспомните Стоглавый собор. Конечно, кстати. Стоглавый собор на котором было написано, что крестится двумя перстами только. И если кто не крестится двумя перстами, того проклясть и предать вечное... Это значит, что кто-то уже в то время пытался навязать трёхперстие. Ну, да. Греческое трёхперстие. Совершенно верно. Вот, вот. Правильно. Уния как раз была. Уния прошла, да. Уния попозже чуть-чуть. Ну, ладно. Иван Грозный не принял вот эту вот польско-литовско-украинскую вот эту... Уния в 53-м году, да. И начал эту знать просто выбивать и выметать вот этой кровавой своей метлой. Но при этом, я повторяю... Да какая там кровавая метла? Так, с века. Нормально, нормально по ним прошлись. Ну, как, ну вот, Жень... Их он сбил так, что они потом голову не могли понять долго. Да, за всё вот своё... Вы знаете, как вычислили. У Ивана Грозного была привычка. Он всех, кого казнил, в помянник записывал и молился за ним. Так вот, по его помянниках, да, не больше 10 тысяч человек было за всё его царствование. Ну, да, да. По сравнению с европейскими государями, феодалами, это просто наимилостивейший монарх тех времён. Очень долго романовские историки пытались это всё оболгать. Они пытались удалить истории, когда во время второго Половского похода конкретное предательство было. Попытка отдать Ивана Грозного на растерзание, на растерзание польскому королю. Представляете? Конечно, конечно, конечно. И поэтому вот эти вот, вот эта серия... Главное такое впечатление, понимаете, когда вот это всё рассказывают, особенно западные, восточные наши, как это сейчас Путины, партнеры. Партнеры, партнеры, он же как этот боец этих восточных единоборств, спарринг, партнеры, так вот это тоже он их партнерами называет. Они вот эти самые партнеры, они так пишут, вот допустим, про Ивана Грозного, как будто он, знаете, вот вышел из Париж-Нотр-Дам, пошёл вдоль по улице и стал убивать невинных детей. То есть, да не просто Париж-Нотр-Дам, а вообще племянник Макрона, знаете, вот там, я не знаю, двоюродный Бранд Оланда и бывший муж Терезы Мэй. Вот как будто он сейчас, вообще даже никто не говорит, что это там 16 век. И сравнивать пионеров из пионерского лагеря 30-х годов и Ивана Грозного, ну невозможно просто, потому что совершенно другая психология. Вы ещё доберитесь до фараонов древнеегипетских и тоже требуете, чтобы они пели пионерские песни и сидели вокруг костра с галстуками. Ну не бывает так. Каждого времени своё. И такой кровавый был человек, хотя 20 век дал столько кровавых европейских убийц, что Ивану Грозному не снилось. Поэтому ещё раз, для объективности, надо на каждом времени своя культура. Совершенно верно. Разрешите мне маленько продолжить. Дело в том, что в это время, как раз в начальные времена правления Ивана Грозного, в Польше уже крестьян и народ обратили в крепостное право. Из них сделали рабов и быдло. Быдло это польский термин, который пошёл вот из тех веков. И вот эта вот польско-литовская знать, которую в Москву перевезли, она то же самое хотела здесь. То же самое. Их отношение к людям простым именно такое. А у Ивана Грозного, как это был человек удивительный, уникальный, у него отношение к населению было совершенно другое. Я уже говорил о том, что в принципе времена Ивана Грозного, Фёдора Ивановича и Бориса Годунова, это время как бы в средневековой феодальной демократии на Руси. Это развитие земского управления. Ведь потом ополчения пошли с земских земель, земские ополчения, они так назывались. Это демократия, это были выборные люди. Понимаете? И земские соборы, Иван Грозный срочно начал проводить земские соборы, где значило очень вес любого представителя, в том числе и из крестьян. Все давали свой голос за то, как управлять страной. Вы представляете, что тогда творилось? И как всё это оболгано романом им потом. И Борис Тагодунов, помните, говорил, я приду к власти, только когда вся земля даст мне разрешение. То есть уже избрали его везде. Да, да, он все говорили, земля должна избрать это. Это было решение немского собора. Это, по сути дела, началось, видите, с Бориса Годунова. Земство вот само вот это. Началось, наверное, с Ивана Грозного. Но он это, Борис Годунов, это всё проявил, он расширил это и начал вот это внедрять. С Ивана Грозного никто не выбирал, а Годунова уже... Да, его уже выбирали. И он вот это вот земское самоуправление и вот этот голос земли он ввёл в закон Борис Годунов, понимаете? Ну, у поляков тоже же избирали королей. Там было совершенно другое. Там верхняя шляхта решалась. Да, Сеем. Сеем, шляхта, где шляхты перешали. А здесь земство. Закон всей земли. И вот эти все Минины вышли, они все вышли из глубины русской земли. Ну, а все, демократия покруче европейской, как у греков. А помните, когда они отравили Анастасию Ивана Грозного, кого они подсовывали ему в жёнушки? Сестру польского короля! Да, 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 точно, сестру польского короля. Даже ещё идея появилась на Елизавете Первой, жениться. Ты типа заканчивай... Нет, сестру польского короля им подсовывали. Ты типа заканчивай тут войны эти свои, литовские, уже заканчивай, давай уже мирись, женись и давай это... А тут одна у нас земля была. Но они хотели создать империю по своему принципу. Возглавить её, чтобы в Польше была столица. А мы хотели создать империю, чтобы столица была в Москве. Поэтому, так как их проект провалился, они до сих пор нас не навеют. Вот и всё. Но это поляки. Поляки это да. А я говорю о литовцах. Ну да, ну а эти подпевалы. Литва, которые сегодня стали украинцами, белорусами и так далее. У них было маленько другое. Они считали себя как бы принадлежность русской земли. Они считали себя этих своей. Да, да, да. Понимаете? Но они потом пошли в унию с Польшей. Ну да. Не все тоже там частично. И очень большая борьба была. А граничные земли, то туда, то сюда. Вот я почему смыслы вот эти вот объясняю. Потом же всё это перешло на идеологические смыслы. Да, да. Вот в чём проблема. Поняли. Именно поняли, Жень, вот именно в это время, что промывание мозгов это главное. Гораздо эффективнее действовать, чем рыцарями. Если мы мозги промоем, то эти уже под нас окончательно вягут. Да, да. И они пошли уже этим путём после смуты. Они посадили своего начальника, вот этого вот, всей вот этой вот тушинской братьи, они посадили его на престол, потому что он был якобы русский. Они спрятались за его спиной, и вся эта тушинская сволочь пришла к власти. Братва. Братва. Филарет, Михаил, ещё так как бы боялись вот это вот на поверхность выплеснуть, потому что русская земля ещё кипела негодованием к этому. А какой поход организовали эти украинцы вместе с Владиславом в 1618 году? Кровавый поход. Вы представляете? Ну, ходили грабить. Ну, просто грабить, резали. Они ещё более кровавую резню устроили, чем в смутное время своим походом с Агайдачной и Дорошенко. Когда они шли с юга на помощь Владиславу, подошли к Москве. Мечта. Это их была мечта. Они вырезали уже полземли, они к Москве пришли. Это какая жестокость. Это какие русские люди. Это кто там пришёл вообще? Какие это православные? Скушать северные обезьяны. Да, скушать северные обезьяны пришли кушать. Скушать. Они наши. Мы их перережем. Мы их, если они только что-то вякнуть, мы их не только и мы им взобьём кол в глотку, и они не будут вякать. Мы их в рабов обратим здесь. И вот такая была психология. И вот после смуты вот такая психология пришла. При этом, вот эта романовская ветвь, она была полностью в их руках. Она была их. Она выражала их интересы. То есть, их мечта обратить людей в рабов. Вот эта вот романовская династия, она вот эту вот мечту и обращала в явь. И вот мы сейчас подходим ко временам раскола. Раскола. А это идеологический удар, который нанёс колоссальный вот этот удар по идеологии русской цивилизации, скажем так. Вот это русское, вот что-то началось, вот это земское движение, освобождение. И действительно появился патриотизм, потому что освободили... Это вот проявление... Представьте себе, 13 лет не знали, чего делать, а с Мининым и Пожарским появилась идея. Идея. Патриотическая именно. Не псевдо-патриотическая, а вот именно ради русских интересов. Когда с Волги, с низовьев Волги, пришли освобождать центр государства для того, чтобы иметь единое государство. Разобрались кто свой, а кто чужой. Понимаете, Жень, разобрались. Первый раз. Русские люди разобрались. Как вот, помните, я смеялся, он говорил, когда этот суслик у хомяка на хвосте повис на крыше, и суслик кричит, пусти, пусти, мне больно. А хомяк вниз смотрит так, задумчиво. Говорит, если я пущу, то мне больнее будет, то есть упаду с крыши и разобьюсь. Так я к чему, новгородцы поняли, что приход поляков к власти в Москве неизбежно приведет к разграблению Новгорода. И они поняли, что в Москве надо привести к власти пророссийские, патриотические силы, которые не будут грабить Нижний Новгород, а которые будут чувствовать себя единым народом, не быдлом ниже по-волжским, а чувствовать себя единым народом и не будут грабить. И действительно, как-никак, а потом Москва выплачивала Новгороду за войну денежку. Ну, денежки они выплатили, ладно. Но в результате пришли к власти не русские патриоты, а тушинская, вот эта плотко-литовская сволочь. Ну, да, в результате, да, но все-таки. То есть победили тушинцы. Не пришли к власти поляки. Поляки не пришли, а пришла пятая колонна. Да, пришла пятая колонна. Я согласен. Нет, я не говорю, что пришли и там истинно русские люди. Но если бы пришли поляки, то было бы точно то же самое, что на Украине, с Резней и прочим всем остальным. А то, что пришло вот такое, знаете, переходное временное правительство, как будем говорить, все-таки это было в интересах Новгорода. И вот это переходное временное правительство начало свою политику на полное закрепощение русского народа и на изменение идеологии, и на создание своей элиты над этим русским быдлом, которое будет это быдло эксплуатировать и превращать в рабов. То есть Русь московская в результате попала в колониальную зависимость. Вот о чем я хотел вот это вот подвести. И еще пара слов. Великолепный памятник вот этой вот колониальной зависимости русского народа, это памятник тысячелетия Руси в Новгороде поставленных. Просто великолепный. Это просто плевок в русских людей. Это вот просто говорит памятник о том, что... Это не памятник Руси, это памятник идеологии. Это памятник идеологии, вот этой романовской идеологии. Западноевропейской, да. Где все выставлено, что мы вот здесь стали над вами хозяевами, а вы наши рабы. Там всего на этом памятнике, я сегодня специально перевернул все эти самые, всего два человека из народа, и оба на коленях стоят. И представляете, Минин стоит на коленях, и этот придуманный Сусанин тоже стоит на коленях и подобострастно заглядывает в это Минин. Понимаете, вот их видение русского народа, вы будете стоять на коленях и подобострастно заглядывать нам в лицо. Да, такое отношение. Это великолепный памятник колониального прощения России. Мы будем с вами смеяться, если вы думаете, что Англия управляет Английская королева, то вы глубоко ошибаетесь. На самом деле это немецкие правительства в Англии и немецкий род, который до сих пор управляет Английская королева. А у нас пришли про-европейские, про-западные... Про-польско, про-литовско, потом позднее про-украинско настроенные правители, которые потом привлекли еще немцев. Конечно, полностью обрушить русскую историю они не смогли. Но старались. Народ все-таки каким-то образом выжил, сохранился, сохранил свою русскость и об этом мы будем говорить дальше. Женя, я не думаю, что вот эти все пришедшие к власти Романовы, они ярко осознавали свою идею о том, что они должны вот именно так с народом поступать. Как только дело заходило о их заднице личной, то их польские интересы не интересовали. Собственные проблемы были главными. Поэтому в какие-то моменты мы увидим крайне про-европейскую политику. А потом увидим, например, ту же немку Екатерину, которая умудрилась этому Иосифу надавать по башке и забрать там половину земель и все к России присоединить. А потом еще смеяться над своим дальним родственником Иосифом, императором Иосифом и посмеиваясь говорить, ну как тебе мое маленькое хозяйство. Она провезла его полстраны, она приехала в Киев, там они встретились и потом из Киева он ехал в Крым. И когда в бухту Золотой Рог вошли наши фрегаты, Иосиф перестал смеяться. Как тебе мое маленькое хозяйство, он как увидел, что это такое, он понял мощь себя. Поэтому да, Жень, правы совершенно все-таки были и чисто моя свинья, моя ферма, мои коровы. То есть вот такое отношение. Еще, наверное, можно добавить, ведь цель развития тех русских государей это сохранение народа. Сохранение народа, вот о чем мы говорим, земщина и так далее. И чтобы этот народ выражал свое творческое отношение к труду, к земле и кормил землю. А у этих, которые пришли, совершенно другое. Ведь при Иване Грозном и Борисе Годунову пытались развивать промышленность, развивали города, развивали торговые пути. А у этих была цель какая? Обратить всем к быдло, засадить всех за сахаром. Ну, ресурсы выкачать. Ресурсы качать, ресурсы качать, ресурсы. Какое там развитие, какая там промышленность, это всех посадим на землю. И соборное уложение 49-го года закрепостили полностью и запретили людям заниматься, ничем крестьянам не запретили заниматься другим, кроме как за сахар своей ходить и кормить вот этих вот дармоедов. Абсолютно верно. Вот такая вот ситуация. Ну, приступим. Да, значит, ну, я думаю, начать надо, мы так будем поэтапно двигаться. Значит, мы должны с вами обратить внимание сначала, конечно, на Алексея Михайловича Романова. Это у нас второй представитель Романовской династии. Родился он 19 марта 29-го года и правил до 76-го года. А знаете, что мы забыли сказать? Очень важно. Мы забыли сказать, как Михаилу последние его годы, как он притащил этого принца в Альдемара датского, пытался выдать свою дочь за него и пытался сделать его царем на Руси. Представляете? Эта романовская династия так дрожала за свою задницу, понимала свою нелегитимность, что он пытался даже датского королевича посадить на трон, выдав за свою дочь. Начались религиозные споры, где патриарх Иосиф включился туда. И вот, кстати, в этих диспутах с Вальдемаром обозначились вот эти первые направления. А это уже они еще раньше обозначились. А вот здесь просто проявились вот эти шкурнические свои собственные интересы в страхе против интересов народа. То есть попытка отбиться от православия и сделать проевропейскую такую теорию, машину, которую запустить здесь. И она, как тоже попытки избрать польского королевича на престол, потом попытки вот этого самого Вальдемара и прочее, это имело такое место. Дело в том, что мы должны с вами понимать, что и Михаил Федорович, и потом за ним Алексей Михайлович, это была их беда. Они одной ногой стояли в Европе, другой ногой стояли в Азии, в России. И никак не могли решиться и понять, что же им выгоднее будет, как они сохранят свои интересы лучше именно романовские. Тут им будет лучше поддержка и здесь. И все метались. Это уже потом только Петр Первый конкретно развернулся в европейскую сторону Европы и начал прямо конкретно все сделать по-европейски, по-европейски лад. А эти еще пытались сохранять традиции. От переживаний Михаил умер от этих партизм, через месяц умерла его жена, от которой действительно его любила. И в общем-то, какая-то была часть за этого Вальдемара. Там случился переворот, между прочим, дворцовый. Другая часть дворян вот этих вот, она, причем именно польско-литовской вот этой, все эти, там, Адоевский, Волынский, Раевский, там вот эти вот объединились между собой. И они сказали Алексею, бери власть срочно, мы тебя поддержим. За это ты людей закрепостишь. Это конкретные документы. Они давали потом свои указания, как провести соборное уложение. Ну, естественно, он был молод. Да, и он пошел навстречу эту. Вальдемара забыли, выкинули его из Руси. Этот Лажечников, помните, написал роман этот самый, как говорим, Басурман. Басурман, это про этого Вальдемара. И вот эта вот часть, вот эта вот, именно, вы посмотрите, она пришла, вся вот эта вот, именно литовская часть, этот дворянин. Адоевский, Волынский, Раевский, там вот все, Борятинский, там их не с числа. И они все пришли за этим Алексеем, они объединились и сказали, вот ты будешь выполнять наши интересы, и мы тебя будем за это поддерживать. Вот так было. Да, согласен. Конечно, Алексей Михайлович еще был чем очень удобен, он был молодой, и ничего, он, его в 14 лет, давайте мы как бы еще так немножко поросну сначала. Я замолчал. Дело в том, что они, когда поняли это все, то подсадили ему Морозова, Алексея Михайловича, который, Борис Морозов, который должен был его воспитывать в выгодном для них ключе. Потому что не было уже патриарха Филарета, не было покойного отца, и мальчик, получается, попадал под влияние воспитателей, которые могли из него лепить, что хотели. Они постарались в первую очередь привить ему глубочайшую религиозность, то есть, чтобы вот он занимался молитвами и больше ничем. И он действительно так и отличался. Вот сначала мы показали в 14 лет народу, а в 16 уже была коронация, он полностью стал самодержцем российским и начал управлять государством. Ну, потихоньку начал управлять государством. Да, значит, он родился в 1929 году, а получается, в 16 лет он начал править. Ну, да, 45-46 год получается. Значит, суть какова? Он очень отличалось его воспитание от прежнего воспитания любых господарей московских. Во-первых, были завезены картинки, латы рыцарские, различные музыкальные инструменты. И преподавалось все так, что это главная задача вот царя. Играть на музыкальных инструментах, ходить в бесконечные богослужения, бесконечные молебны. И уметь одеваться в рыцарские латы, и заниматься пением и танцами. Кстати, первый раз это был... Сделать из него барионетку. Да, барионетку. Первый он был одет именно Борисом Морозовым в немецкие платья. До этого никогда немецких одежд российские правители, да и вообще русские люди, не носили. Более того, по картинкам всем, которые ему представлялись, и музыкальные инструменты, он как бы... Это было не просто, а был показан пример европейских монархов, которым он как бы должен был подражать. И он еще, кстати, вырос очень большим любителем соколиной и псовой охоты. Ну, соколиной охоты это на птиц, а так медведей травили собаками в основном. Вот это была такая вот... Очень любил этим заниматься. В эти моменты он очень беспокоился о том, чтобы его не беспокоили. Он даже издал приказы многие, которые касались именно того, чтобы когда он там на псовой охоте, чтобы никто нему не приходил ни с какими просьбами. То есть, видите, Морозов всеми путями его отстранял от власти. Все решал, управлял государством, именно в это время управлял Морозов. Также царь был очень тишайший, то есть миловиднейшего духа. Так ему такую историческую дали ему прозвище, Тишайший Алексей Михайлович. И вот он был крайне таким человеком скромным, но иногда он рассматривал себя как икону такую народную, которой народ поклоняется, вот как бы символ государства. Но иногда он проявлял гнев, иногда можно даже посмеяться над некоторыми событиями. Например, да, у него в одно время он ударился в астрологию, он, кстати, очень любил астрологией заниматься. И у него был предсказатель, немецкий доктор, который там, наверное, в Германии хвосты лошадям крутил, а на Москве сделался просвещенным человеком. И вот там от разных болезней этот доктор знал одно – кровопускание. И вот царь поддался этому делу, и там в особые, знаменательные под звездами дни, звездами небесными, он делал себе кровопускание. И когда боялили какие-нибудь бояре, он и их принуждал, и они нехотя тоже делали себе кровопускание. Вот однажды, да, был боярин Стрешнев, который отказался. Так царь придавил его коленом и сделал ему кровопускание. После того, не зная, как этого Стрешнева подарками задарить. Да, 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 какими подарками задарить этого Стрешнева за то, что он так с ним жестоко поступил. Это я к тому, чтобы нарисовать вам, что такое было Алексей Михайлович. И вдобавок я веду к тому, что он был крайне человек-буквой. То есть его научили с самого детства, что самое главное – это буква закона и буква священного писания. И это фарисейство в те времена у нас на Руси считалось за духовность. То есть почему-то глубоко было вбито в голову, что если ты там правильно крестишься и правильно молишься, то за это ты получаешь, вот именно механические действия выполняешь, как у фарисеев Израиля. Ты получишь особую божественную благодать. То есть это вот как средство получения благодать. Три раза головой в стенку ударился – получил благодать. А если два раза ударился головой, то благодати не получишь. И это было очень глубоко в голове. Кстати, он первый попытался привозить европейские газеты, поставки газет из Германии. Но не совсем удалась эта идея у него. Ну так, частично привозили, но переодить периодикой не стало. Не могли никак. Но в то же самое время он, все-таки, видно, кровь сказывалась с ним, он занимался в одно время усердно благоустройством армии. Это еще все до женитьбы, там до 47-го года было, в молодости еще. Он прямо написал расписание ритарских полков, обмундирование, питание, средства, какие должны были на это выделяться. И принуждал к этому боярку. То есть содержать армию и выполнять очень усердно ее требования. Причем эти иноземные полки получали в десятки раз больше денег, чем стрелецкие. Да, очень сильно он любил переписываться с боярами. Как мы с вами в прошлый раз рассказывали, они зовут тот же самый Адоевский, к которому он писал письма усердно. И они завели между собой, там такое, потом дальше это выльется в кружок ревнителей и благочестия. Они завели между собой такую тайнопись, шифрованную, которую называли Тарабарщиной. Сохранились, причем, да, даже письма, написанные рукой Алексея Михайловича. Адоевский, кстати, еще одно влиятельнейшее очень лицо, на ровне, пожалуй, Парижа Морозовым. Значит, в 1647 году должен был, царь избрал себе невесту, жениться. Это ему, получается, 29-30-28 год ему пошел. Вот на 28-м году жизни он решил жениться. И нашел себе Ефимию Всеволжскую или Волжская Ефимия Всеволжская? Всеволжская, да. Которую избрал себе невестой. Но под давлением вот этого самого Адоевского и боярина Морозова он не смог на ней жениться. Они его отговорили. И он женился на Марии Ильинишне Милославской. Подсудили они со своего плана. Да, то есть, чтобы он не женился на какой-то новой, не появились влиятельности. Русской, да. Русской, да. На тебе нашу Литовскую. Да, на тебе нашу, да, Литовскую, Милославскую. Вот, значит, и тут как раз же в этот период произошло событие, которое отстранило от власти боярина Морозова. Это знаменитый московский соляной бунт. Когда тоже начали... Это как раз было связано с необходимостью перевооружения армии. Но никак ничего лучшего не придумали, как повысить на 30% цену на соль. Ну, допустим, соль стоила там рубль-пут, а стало стоить рубль-тридцать. И, в общем, это поднялось и народ очень сильно возмутился. Можно я скажу, что гадость вот этой всей реформы. Значит, они косвенный налог ввели через поднятие цену на соль. Потом, когда народ начал возмущаться, ну, поняли, что это нельзя делать, они убрали этот налог. Но два года, пока другие налоги они не это самое, не брали, они сказали, заплатите за эти два года те налоги, которые вы вот эти два года не платили за соль. Я сейчас вспомню. Представляете, какая наглость. Народ переплачивал за соль. От сотворения мира. А вы нам, да, вот, ладно, а вот два года вы не платили, заплатите как еще. И народ как взорвался. В общем, взрыв был колоссальнейший. Царь перепугался до жути. Потому что оказалось, что никакие стрелецкие полки и его переустройство в армии при настоящем народном бунте, когда все вышли на улицу, ничего не поможет. Просто растопчут из стрельцов и все, не победишь. То есть, с количеством берет всегда верх. Чем больше слон, тем вероятнее его победа. И поэтому тут никак нельзя было их одолеть. В общем, царь сразу пошел на попятное. Ну, а так как ему все считали главным виновником Морозова. И он его тайно отправил в Кирилло-Белозерский монастырь, чтобы не убили. А выдал на растерзание своего, да... Плещеевого? Нет, нет, нет. С очень говорящей фамилией человека, который был там какой-то окольничий или еще что-то. А фамилия его была Траханиотов. Траханиотов. Да, вот он выдал его на растерзание и его действительно растраханиотили полностью. И Плещеев-то, да? Да, значит и Плещеев тоже пострадал тогда. Ну и хотя потом через... Это быстро успокоилось и Морозов вернулся к царю. Но царь понял, что безраздельно доверять нельзя, потому что могут и подставить. Он уже взрослел. Да, он уже взрослел и понял, что как ему не казался мудрым Морозов, боярин, все-таки надо аккуратно, потому что... Да, он потерял свое влияние и уже, хоть и жил и пользовался уважением царя, но править уже он в Москве не мог, уже не давалась ему такая власть. Вот. Вот это будем, вот так вот мы с вами рассмотрели немножечко сейчас, дальше потом продолжим. Это вот после соляного бунта мы подошли прямо с вами к эпохе, значит, реформы Никона, будущей и грядущей. И двум соборам, 54-го и 56-го года, старообрядцев, анафемуми, и подошли с вами к интересному периоду, вы смотрите, как интересно, а в 54-м году Украина присоединилась. А собор один 53-го года до украинский, а другой 56-го года. Тут все оказалось очень-очень связано. Не зря вы... Да, очень важную вещь мы пропустим. Какую еще? Сразу после соляного бунта они все поняли и решили поставить свод законов, который возьмет это быдло в оборот. И были приняты соборные уложения в 49-й год, где как раз полностью было закрепощено, были введены законы, которые полностью закрепотили русские русские. Да, вот именно мы долго рассуждали, кто же закрепостил крестьян, а это вот именно соборные уложения. И там приняли такие зверские волчьи законы, что там не то, что можно было бунтовать, там косо посмотреть нельзя было. Если ты что-то хоть скажешь, какое-то непонятное слово там про царя или про власть, тебе или язык вырвут, или это в лучшем случае язык вырвут, или еще ноздри там куда-нибудь сошлют. Ну а вообще любое обращение там к власти, это каралось казнью по этим соборным уложениям. Только казнь. Люди не могли подать никакой жалобы. Ветхий завет, что не сделает, вывезти за деревню и побить коня. Никакой критики, никакой жалобы, вам ничего не напоминает. За это полагалось конкретно смертную казнь. Мне очень много напоминает. Потом Екатеринка, великая наша, это соборное уложение немножко смягчит. Она за неправедное обращение к царю, к народам, скажет, ну ладно, казнить не будем, давайте только рвать ноздри и отсылать на каторгу. Да, не будем казнить, не будем казнить. Она дала послабление. Вот такие вот хорошие у нас романы. Ну некоторые предшественницы ее, как Елизавета Петровна, вообще не смертную казнь отменяли. Ну да, была. Значит сейчас в хитросплетение наших исторических событий входит еще одна личность. Это патриарх Никон. Значит, что это, кто это и что это и как это? Родился он 7 мая 1605 года. То есть он был старше на 24 года, чем Алексей Михайлович. Он был старше на 24 года. А прожил он благополучно до 17 августа 1681 года. Кстати, да, да, очень долго прожил. Он даже после патриархства там монастыря еще очень долго прожил. Родился он 7 мая, скоро будем праздновать его день рождения. Да. Да, и родился он в богатой семье. У него было три брата. Причем он, тут еще интересно, сейчас посмеемся, я вам еще одну вещь скажу. Как один из его сторонников написал его в житие молодости, что отец его был Черемис, то есть Мордвин. А мать была Русалка. Да. Это означало «русская женщина». Я все задумался, может быть, от русалки-то пошли, от русских бабок просто название «русалка». Вот так у мать у него была русалка, отец Черемис. В общем, очень хорошее образование получил. Очень хорошее образование. Но чисто в таком ключе соблюдение буквы, то есть фарисейство высшей формы. То есть прямо вписывалось это в него. Например, многие пишут, что увлекаясь религией с юности ранней, получая образование, он спал под колоколом, чтобы не сдать на службу. То есть ударили в колокол, он проснулся и бежал на службу. То есть считалось выстаивание, вымаливание, битье поклонов и прочее. Вот сам устав церковный считался главным в духовной жизни спасением. Это вдалблилось его голову. Кроме того, он очень сильно пострадал. Мать его быстро умерла, отчалась. И отец нашел себе другую русалку. А эта русалка била хвостом. В общем, она очень не любила Никона. И Никону пришлось от этой бабы усердно пострадать. Там даже если верить всем слухам, которые распространяли потом о его житиях, то она даже чуть не помышляла его как-нибудь прибить, чтобы от него избавиться. Столкнуть его там с обрыва в речку или еще что-нибудь, чтобы только не иметь с ним никакого больше дела. Значит, что он делал? Он был очень усердный человек. И получив хорошее образование при отце, он понял, что когда мать уже пришла, вот эта вторая русалка, она ему не даст получить, довести образование до конца. И единственным местом, где он мог продолжить свое образование, это был Озерский монастырь. И он ушел в монастырь этот, в котором усердно действительно получил образование. Причем, кстати, там же он сошелся с этим Лазарем, который потом обвинял, что у него змей там на шее сидит. И долгое время он там с этим Игуменом Лазарем, они вместе подвязались. Но потом рассорились, и он бежал в другой монастырь. Причем, видно, будучи уже очень грамотным человеком, братья его тут же избрала Игуменом этого монастыря. И он был отправлен государю на утверждение. Тут-то его Алексей Михайлович и приметил. В 1946 году. Да, в 1946 году. Причем Никон был огромного роста, широкоплечий, с зычным, удивительным голосом. Он прекрасно пел, он знал языки, он получил прекрасное образование. Алексей Михайлович был от него воочарован, да. Просто восторжен был ним. И действительно, даже современники вспоминают, что Никон попал Алексею Михайловичу на сердце, на душу ему попал. И стал, по сути дела, с этого времени давать ему советы. Поскольку тут же Алексей Михайлович приказал его приблизить. Его назначили в Новоспадский монастырь Игуменом. То есть, приехал в Москву. Его взяли, он приказал патриарху Иосифу, еще был живой. Прямо патриарх Иосиф его... А Новгород он позже пошел? Да, конечно. Сначала он, уже потом, он тут же в Новоспадском монастыре организовал кружок вот этих религий и благочестия. Куда вошел боярин Иртищев, протопоп Иоанн Неронов, протопоп Стефан Ванифатьев, да, духовник как раз Алексея Михайловича. Да, и вошел туда протопопов Акум, конечно, кружок благочестия. Следующий герой. Никон, это был там главный центр программы. Вот. И патриарх стал, у него первым делом его... Какой патриарх, извиняюсь, еще патриарх Иосиф его возвел в игумены. И вот он тут начал такую серьезную деятельность. Ну, Иосиф был очень старенький, очень древненький, болезненный. И в 52-м году почил Бозе. И Алексей Михайлович тут же приказал... Он сначала хотел, предложил этому Стефану Ванифатьеву стать патриархом, но Ванифатьев чутьем внутренним чувствовал, что желает Алексей Михайлович Никона. В это время Никон был в Новгороде уже. Да, Никон в это время, абсолютно верно, в 50-м году умер митрополит Новгородский. И желая возвысить Никона, еще кроме того, кстати, в это время Никона он послал, назначили митрополитом Новгородским. И по идее патриарха Иосифа были привезены мощи Филиппа митрополита, который в путешествие возглавил Никон. Да. И уже было чувствовалось, что Никон был прямо труба, якобы труба благогласная на всю Москву. Он уже приближается к самому трубу. Да, приближается. Ну и когда Иосиф умер, то Стефан отказался. И летом 52-го года был особым чином, рукоположен чуть не три раза, не пятый, десятый раз. Не просто как древние патриархи, а вот особо по Никоновскому чину. И еще раз ему возложили на голову Ивана, когда не делают это митрополитом. Вот. По особому чину его рукоположили. И стал он именоваться Божией милостью великий господин и государь, архиепископ царствующего града Москвы, как Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский. «И всея великие, и малые, и белые Руси, и всея северные страны, и поморья Тирского и Северского, все время хочется сказать, и многих государств патриарх». Вот такой вот он. И этот титул он еще носил великий государь с 52-го по тысячу, роковой для него, 1666-й год. Вот. И вот это личность патриарха Никона, приблизившегося к Алексею Михайловичу. — Приблизившегося к трону. — К трону, да. Ну, естественно. — Он учил знание государя как филарет. — Да, как филарет. И, кстати, он очень интересовался внешней политикой. Вот эти все титулы были ему нужны для того, чтобы это был непонятный какой-то патриарх там московский, а чтобы всем вот этим европейским королям великий государь. То есть, у него был специальный посольский двор, свой собственный, с которым он вел переписку с многими-многими-многими государствами Европы. Вот. Но здесь я хотел бы сделать еще одну, очень третью личность, которая повлияла и на присоединение Украины к России, и на богословие Русской Православной Церкви, и на Алексея Михайловича, и особо на Никона, и прочая, прочая, прочая личность, которая оказала колоссальнейшее влияние именно на этот период времени. И, как писал Костомаров, пожалуй, другого митрополита киевского в то время и в нынешние времена не с кем его даже сравнить. По влиятельности и по грамотности, и потому, что он сделал. Понял, про кого? Да, это Петр Могила. Он родился в 1596 году, это как раз еще при Борисе Годунове, и умер в 1647 году. Он недолгую жизнь прожил, но оказался очень-очень-очень деятельным и очень, ну, как сказать, грамотным человеком. Его правление очень неоднозначно, очень неоднозначно. Это вода и пламень. Он как много сделал и хорошего, так и много он бомб и мин замедленного действия заложил под Россию. Во-первых, это был... Значит, давайте сначала начнем. Румынский отец его был румын. Он румын. То есть, а румын, это, по сути дела, не славяне. И это был такой вот чисто греческо-константинопольский человек, потому что получил он образование четко греческое. У него был... Отец его был сначала господарь Валахии, а потом молдовский отдельно. Когда отделили Молдавию, там он был господарь молдавский. И отец его дал ему прекрасное образование, и в воспитании его принимали участие всякие польские короли, хоть какие-то гетьманы и прочие-прочие лица, которые были вхожи во двор к этому молдавскому володарю и поддерживали чисто польско-литовские интересы. В то время церковь была русской православной... Вообще любая православная церковь была запрещена. На землях Вишневецкому... Вся правосторонняя Украина, правобережная, принадлежала Вишневецкому. Такой был польский шляхтич, в общем, богатейший, литовский. И он принял несколько законов сеймом, которые запрещали действия православной церкви. И украинский язык, западно-русский его называли, запрещали, вешали всех, кто пытался на нем там говорить. Из православных служили только униаты. То есть вот униатам было дано полное правослужение, а православные были полностью запрещены. Но, как ни странно, вот именно Петр получил чисто православное образование. Его отец Симеон был православный человек. И во Львове даже с его участием была создана братская школа, которая была братство львовское, которое чисто было в православных традициях. То есть оно воспитывало во всех то, что главное – это православие. А католицизм плохо, и то плохо, и это, и главное – только православие. Греческое. Мы должны понимать, что в то время Украина и вот эта часть Польши, будем говорить, она была греческой митрополией. И все подчинялось константинопольскому, по сути дела, патриарху. Ну, православное. Православное. А унианское, конечно, естественно, это все римскому папе. Это вот это вот православие, я упомянул, киприяновское. Да, это киприяновское православие, да. Не, ну, понимаете, понимаете, если оно отличалось чем-то от московского православия, это не значит, что оно было хорошим или плохим. Ну, местное. В Эфиопии есть свое православие. Греки постоянно лавировали к Ватикану. Да, да, в Эфиопии было свое православие, потому что они, греки, не могли не лавировать, их уже разгромили. Да, да. И они в руку на слое. Ватикан полностью взял их под контроль. А эти под греков, под греков, которые под Ватиканом. Да, согласен, абсолютно согласен. Я под назвал такие слова. Значит, получив прекраснейшее образование и втеревшись вот в эти все греческие интересы, он был, значит, при митрополите Исаии, случился в митрополите Киевском интересный случай. Дело в том, что умер Сигизмунд Третий и на царствование королевства, на королевство польское, литовское, должен был зайти Владислав Четвертый. И вот Исаия был стар и немощен, тягощен годами. И он решил, и по совету отправили Петра в могилу, который в то время был уже игуменом сначала одного монастыря, потом уже и Киево-Печерской лаврой архимандритом был избран в 1927 году. То есть, получается, пять лет уже было. В 1932 году умер Сигизмунд. И вот он поехал на сеймы польские. Значит, Польша все-таки очень хитрая страна. Знаете, как проводилось? Сначала проводился первый сейм, который после смерти... Вот умер король, проводился первый сейм. Что он делал? Оценивали прежнее правление. То есть, разбиралось четко, что понаделал первый вот этот умерший король. И плохо он поступал. Или хорошо, все это разбиралось. Вносились законы, законодательства. И только после этого собирался второй сейм, который со всеми этими поправками избирал следующего короля. Насколько хитрая задость, насколько умно все сделано. Ну, нормально. Да. И, значит, так и получилось. Он был на первом сейме, значит, и на втором. Это все 1932 год. И, значит, он сумел очаровать Владислава. И настолько он его поддерживал хитро, Петр Могила. И настолько был грамотнейший. Очень грамотный человек. Так же, как вот он чем-то похож на Исидора. На митрополита Исидора. И на митрополита Киприана. Вот это такой вот именно личности одинакового уровня. Что Владислав, ему в угоду и в противовес униатам, католикам и всему сейму, Владислав после своего избрания настоял. Первое. Разрешили иметь православную митрополию в Киеве, кое не было. Было униатское только. И четыре епархии. Черниговская, Винницкая, как и Чернецкая, то четыре епархии. Во-вторых, отменили действия всех, решения всех прежних сеймов, которые запрещали западно-русский язык, которые запрещали русскую православную церковь и обряды, кроме как униатские. Он добился того, что митрополит избирался самими епископами Киевской митрополии и отправлялся на посвящение Константинопольскому патриарху. И не требовалось разрешения никакого сейма. То есть они получили практически полную независимость. Автокефалию. Автокефалию. Да, вот то, что сейчас произошло. То же самое, практически то же самое произошло и сейчас. И, значит, добился этого всего, несмотря на все сляхты противоречия. Униаты, бедные католики, падали в обморок перед Владиславом на колени и целовали ему пятки, и все равно Владислав принял вот этот акт веротерпимости. Позволил. Позволил, да. И с торжеством огромным приехал Петр Могила в Киев, выбивший вот эту свою автокефалию. И тут же, конечно, поступив как абсолютно на обычный человек. То есть престарелого этого митрополита Исаию били, выволоклили его с храма, где он в Михайловском монастыре служил. И в яму в Киево-Печерской лавре его посадили. И вот как раз, Женя, это просто вот сказка. Какое сегодня число? 27 апреля. 28 апреля 1633 года, завтра, состоялось рукоположение Петра Могилы, митрополиты Киевские. Он был архимандрит. Его рукополагал его львовский митрополит, как экзарх, епископ, как константольский экзарх. Вот, в общем, короче, Исаию бедного били, сослали, поступили по-человечески. Значит, зайдя на престол, Петр Могила показал себя очень деятельным человеком. Вот то, к чему наш сейчас главный вопрос. Вопрос заключается в том, что он, первое, что он сделал, он начал реформу книг. Требовать правку книг. И причем заставляя сверяться с греческими оригиналами. Причем не старыми, например, пятых веков, а вот свеженькими. После того, как рухнул Константинополь. Это глупо было делать. Почему? Потому что греческая церковь, попав под Магометан, очень сильно изменилась. Колоссальнейшим образом. И надо было смотреть, что было раньше, не при мусульманах. Например, я приведу вам такие примеры, вы будете смеяться. Оказывается, до этого момента все греческие священники коротко брились и никогда не носили длинных волос. А выбривали на лысине гуменцо. И у нас до Никона все попы брили себе лысину. Да. На макушке. Представляете, это правда будем смеяться. А почему греки стали носить длинные волосы? Оказывается, Мухаммедим II, который взял Константинополь, он потребовал, чтобы попы вели административную деятельность. Записывали крещеных, выдавали эти метрики, вели документацию. Причем в интересах новой империи, саудитов, новой османской империи. Османов, правильно, саудитов сказал. Османской империи. А так как у мусульман все чиновники должны были носить длинные волосы, попы стали отращивать длинные волосы. Вот откуда пошло. Оказывается, до этого все коротко стригли. Я был очень удивлен. Ты накапываешь иногда такие моменты интереснейшие, которые исторически никто никогда не обращает внимания. И дальше все буквы, все это следование закону и буквы в греческой церкви, оно было вынужденным, потому что Мухаммедим требовал этого единообразия. А до этого и одежда была совершенно другая, не католическая, которую потом стали греки носить. И крестились и двумя пальцами, и тремя пальцами. А самым главным древним было единоперстие, которое у католиков пришло в ладоноперстие, вот такое крещение. И никаких не было проблем в этом. А мусульмане требовали единообразия. У них все должно было быть. Все должны были пукать одинаково, ходить только с левой ноги. Четко должно было быть. Вот это чисто мусульманский подход. И греки вынуждены были этому последовать. Поэтому очень сложно было сравнение книги Пётра Могила, который начал сравнивать греческие книги со славянскими. На самом деле, наоборот, это греки должны были с нами книги сравнивать. Потому что они ввелись только на уведение, что наша вера становилась более древней, более православной. И вот в этот момент рождается самое страшное, почему и произошел раскол. В душах всех, вот это же все общались между собой, нельзя сказать, что на унии жили. Почему-то стало рождаться вот такое мнение, что Москва самая чистая вера. И выше, чем киевская. А тем более выше, чем греческая. Потому что греческая, впавшая в унию, церковь потеряла авторитет. И вот все начали друг дружку презирать. Уже идеологически, Жень. Появилась идеология презрения. Причем на фигне. Не так крестится, не так Аллилуйя поет и тому подобное. И вот этот принцип стал появляться между Украиной, между Киевом и Москвой. И заложила ему вот эта Петр Могила, этому основанию. И между Москвой и Грецией. Потому что Флорентийская уния наложила отпечаток предательства. И никак и греки от этого отмыться не могли, хотя у нее отменили. И отказались, но уже было, да, как уже штаны пришлось стирать долго. Хотя они отменили, но все равно пришлось стирать. Но это не единственное. Кроме того, что он написал книгу молитв, сравнивая с греческими текстами. Значит, его задачей, главной он своей считал, приведение всего к единообразию. И поэтому он написал книгу Евангелия. Значит, первая Афанологион, вот эта вот молитва, книга молитв. А вторая Евангелие учительное, где на западноукраинском языке, литературном, первый раз было написано, переведено было священное писание. Также он написал требник знаменитой Петра Могилы, в который вел огромное количество экзорцизмов, изгнание бесов из католических текстов разных. Ну, там разные на освящении. В общем, придумал такой требник, где он многое, что сам написал, для разных церковных священодействий. Причем, взяв многое у католиков. Ну и вот еще интереснейшая вещь, которая сыграла большую роль. Я думаю, пожалуй, это его труд, который оказал наибольшее влияние и на Киевскую церковь, и на Московскую. Это называлась книга «Лифос». Длинное там греческое длинное название, но оно означает как бы брошенный камень в защиту истинной апостольской веры, где он спорил со всеми о чистоте православия. И первое, что он требовал, это вот свечение с греческими книгами. То есть упразднение всех московских традиций и прочее всего чисто под новые греческие обряды. Причем требовал. И эту книжку в 1652 году по приказу Алексея Михайловича напечатали в Москве. И он был ее главным читальщиком, Алексеем Михайловичем, и к ней. И прилетела вот эта идея единого церковного однообразия почему-то по принципу константинопольских книг 16 века. Никто не брал более ранние книги, а именно взяли книги 16 века. И с ними сравнивали. И вот это, видите, мы видим многое. Петр Могила сделал прекрасные вещи. Он митрополию отстоял. Да, он, кстати, был прекрасный строитель. Он восстановил Выдобитский монастырь. Потом Храм Спасителя, Трехсвятский храм, который потом был отдан Могилянской академии, которую он тоже создал, эту школу обучения в Киеве. Потом он написал Патерик Киево-Печерский. Канонизировал Альшанскую и Леонию Альшанскую, которая лежит мощами в Лавре. Он толкнул Дмитрия Ростовского, Дмитрия Туптала, на то, чтобы тот начал писать «Жития святых», которое сейчас самое распространенное «Житие святых». Но в то же самое время он заложил вот эти идеи католического, католического девочек, бомбу, вот этого единообразия церковного, которого никогда не было в истории. Никогда! Не думайте, это мы придумали, что Бог нас любит больше всех, а все остальные плохие. Это наше глупое соблуждение. Что он любит, мы правильно молимся, правильно крестимся, и за это мы особо благочестивые. Люди, Бог нас любит. Но на самом деле единообразия не было никогда. И вот он заложил бомбу под русские традиции, чтобы мы отказались от своих корней, а в угоду католицизму. Католицизму везде единообразие. Почему требуется? Потому что Папа Римский. И требуется, и он хотел, чтобы сделать такой же по греческому принципу единообразие Константинополя и всей православной церкви. Хотите что-то добавить? Значит, что произошло? Мы поняли с вами, что Алексей Михайлович читал эти книги его и заразился этой идеей. И на фоне вхождения грядущего в 1654 году после Переславской Рады это стало как нельзя более злободневной вещью. Потому что в Украине была куча своих обрядов и своих обычаев. И войдя в православие, когда мы выгнали греческого митрополита, благополучно толкнув его коленом взад по русским традициям, по тому, как мы с патриархом грузинским расправимся, так же мы будем с вами. Мы много доброго сделали православным людям на земле. И ввели свою обрядность, то Алексей Михайлович просто иначе поступить не мог. Чтобы ему быть царем одной державы, ему нужно было какое-то церковное однообразие. А не так, что здесь вот в этом углу служат так, а в этом углу служат так. И были бы бесконечные распри и драки, и споры. Но это не к тому, что хорошо или плохо. Мы посмотрим, что у нас все сделали, как всегда, говорят, хотели как лучше, а получилось как всегда. Добавьте, Женя, я потом закончу. Да-да-да, совершенно правильно я добавлю. И это церковное однообразие было принято в интересах вот этих вот польско-литовских групп. Абсолютно верно. Вот. И никакое другое. А именно оттуда надо вот. Ну это естественно, потому что у них все должно было подчиняться букве закона. Они следовали этому, они старались. И им было наплевать на свои, на русские традиции, и главное на русский народ. И на народ, и на национальные традиции, и на все было наплевать. Абсолютно верно. Им надо было создавать свою элиту, свой костяк. Вот. Я маленько про Петра Могилова просто упомянули, но не акцентировали. Значит, он создал вот эти вот школу, Могилянскую академию. Она была киевская сначала. Статус академии она получила только при Петре Первом. Да, Могилянские школы. Сначала школа, потом коллеги, они назывались. И сам-то Могилов он умер в Сирии. Оно имело своим основанием Львовское братство. Да-да-да. Оттуда уже стало Киево-Петерское братство, а потом Могилянские школы. Это одно из самых главных объявлений, что он создатель вот этой вот Киевской Могилянской, ставшей потом позже в академии. И вот эти воспитанники этой академии, они-то и наводили потом при Алексее Михайловиче шорох на Могиловичке. Конечно, конечно. Они стали епископами. Сам Могила, он умер где-то, по-моему, в 36-м году. Могила умер так, в 46-м году. А, в 46-м году. Да, он умер причем 31-го декабря 46-го года на 1-е января 47-го года. Ну, то есть, он практически про Алексея Михайловича и не побывал. И 22-го марта был похоронен в Успенском храме возле Левого Клироса, где сам он был. Да, то есть, из нашего рассказа получается, что вот он. Нет, нет, нет. Он умер уже к этому времени. А вот его... Даже еще Никон не был патриарх. Но его труды... Его труды, его воспитанники этой коллегии, они хлынули потом Алексею Михайловичу. Ну да, но это не будем... Мы никого не порицаем. Он был очень мудрым, хорошим человеком, Петро Могилович. Вы понимаете? Не будем ничего... Да, у него какие-то были его ошибки, какие-то идеи, его пошли, но он не был врагом. Вот знаете, вот прямо вот таким вот врагом. Его трудно обвинить. Ну это были какие-то его заблуждения. Ну да, он... Он какой вырос, какое воспитание получил, так он и жил. Его воспитатель... Он никого не убивал, он не был кровавым. Хоть он и запрещал там попов вот этих Исаевских, Исаия Митрополита, но каких-то вот он не призывал никаким убийствам. С молодостью он был воспитанником Кетру. Да, он был даже, знаете... Жалкевского и Хаткевича. Конечно, конечно. Он даже был... Он сначала воевал, он участвовал в Хотинской битве, и потом только вот он решил посвятить свою жизнь церкви. А так он... Его все братья стали высокими политиками и чиновниками в разных сферах. То есть отец им передал такое генетическое наследство, что все сыновья были очень высокого ума люди. Вся прямо семейство все. Вы прослушали. Он был воспитанником молодости, геттного... Хаткевича и Жалкевского. Те, которые в Смуте были такими основными руководителями полков Сигизмунда. Конечно. Он еще тогда маленький был. Которые Москву захватывали. И вот получается при Смуте было там 10 лет. Да. Ну плюс там еще 5-10-15 лет. Такие вот вывертусы. Дальше про его смерть мы рассказали. Вот. И сейчас мы с вами вот подойдем, будем заканчивать. Да. Будем заканчивать. И подведем только к одному, что я хотел еще сказать. Да, да. Давайте надо. Это значит, да, то, что... Мы уже говорили о том, что Алексей Михайлович пригласил Никона. В 52-м году он стал патриархом. Он получил возможность заниматься политикой. И Никон сразу родил главную идею. Он пригласил... Значит, сначала был до этого, еще до Никона. В 49-м году приезжал патриарх Паисий, который прямо встал на трапезе перед Алексеем Михайловичем и сказал «Ты будешь и яко великий, Моисей, и спасший народ израильский от плена египетского. Ты проведешь нас сквозь Черное море и освободишь Константинополь и станешь царем всех славян великой державы». И это так засело в голову Алексею Михайловичу, прямо как молотком, кто вбил эти слова Паисия. Его нацеливали на войну с Османской империей. Абсолютно верно, да. Идея была... Ну, что Константинополь хотел патриарх освободиться от мусульман и искал, какие способы можно было для этого найти. И вот, как раз уже став, если мы поставим точку, приехавший в 1653 году патриарх Афанасий, те же сладкие речи завел Алексей Михайлович о том, что станет тот владыкой мира. И так как, чтобы его побольше зацепить... Только Константинополь. Да, только... И будешь, главное, Богу угоден, там чуть ли не выше апостолов станешь, как равен Иисусу Христу. И главная идея была еще в том, что они... Вот именно они с Никоном в 1953 году, вот этот Афанасий, предложили царю правку к них. Именно исправление к них. Они... Вот эта вот идея реформы именно по уставу, по уставу, по образцу, она засела в голове Алексея Михайловича, уже была в голове патриарха Никона. Дум. И, конечно, идея стала сумасшедшей. Идея стала бредовой. Закончу я тем, что... Как они произвели на Алексея Михайловича впечатление. Значит, Афанасий пришел вместе с Никоном к Алексею Михайловичу. И приложили перед ним символ веры. Символ веры. Вы знаете, книги цареградские символы веры. И в нашем символе веры было написано так. Вечно это то мы с католиками по этому поводу подеремся. Теперь вот со своими православными. Там было написано так. И в Духа Святаго, Господа истинного и животворящего. Иже от Отца Исходящего. Иже от Отца Истинного и Сына с поклоняемой Исламом. Глаголосшего пророки. То есть, было вставлено слово истинного, которого нет в греческом оригинале. Да, но мы знаем молитву с вами Духу Святому. Царю Небесный, Души истинной, иже везесы, и вся исполняй сокровища благих и жизнеподателя. Приди в селе сомны, очистен от всяких скверных, и спаси блажа души наши. И тогда Никон сыграл такую великую роль. Он взял на себя роль древнееврейского первосвященника. Он увидел слово, вставил... Католики вставили, что Дух Святой от Отца и от Сына исходит, а тут Духа истинного... Смысл не меняется совершенно. Просто так удобно было перевести, потому что у греков есть слово, которое обозначает и истинность, и истину, которая оживотворяет. А у нас нет такого слова. И написали, разделив его на две части. Истинного и оживотворящего. Вот нет у нас такого слова, как у греков. Как знаете, у якутов есть 50 слов, обозначающих качество снега. Какой он может быть? Твердый, мягкий, а у нас нету столько слов о снеге. И вот у греков был, а у нас нет. И тогда Никон встал, разорвал на себе одежды патриаршей и громко крикнул, пропала вера, пропала церковь. И все были под впечатлением. На этом закончим. С Пасхой всех! Вот от всей души поздравляю с воскресеньем Христовым и желаю всего самого-самого лучшего, а главное, светлого разума, чтобы не быть рабами мракобесия, глупости и лжи. Спасибо вам, спасибо всем. Спасибо всем. Спасибо.